Здравствуйте, дорогие соотечественники! Здравствуйте, дорогие! Когда в далеком, уже далеком, в 2002 году, в декабре месяце, я вручал верительные грамоты президенту Китая Цзян Зимину, в разговоре со мной этот очень мудрый, очень все понимающий человек, как-то пошутил. Он сказал мне так, послушайте, вы молдаване очень похожи на нас, на китайцев. Как-то, ну, настолько, говорит, похоже, что возникает вопрос, а что вы потеряли в этой Европе? Ну, там окружающие все подхикикнули, посмеялись. Я, честно говоря, в тот момент не понял всей глубины этого вопроса. И только проработав четыре года в Китае, побывав практически во всех его провинциях, во многих городах, весях, селениях, я стал понимать глубину того, что сказал президент этой великой нации, этой великой страны, Цзян Зимин. Что имелось в виду? А имелось в виду вот что. Каким это образом? Вот нищий, бедный Китай, который считался чем-то, ну, вроде пари, прокаженного, коммунистическая страна, никаких тебе кредитов, никакого, скажем, пиетета, какой-то помощи. Им не на что было рассчитывать. И тем не менее, сейчас мы видим, Китай – это вторая экономика в мире. А если берем по производству реального продукта, то уже и первая. Что случилось? Как за несколько десятилетий эта нищая, голодная страна поднялась до таких высот? Что помогло этой стране выйти на столь мощные позиции международной экономики и в политике, да и в культурной сфере? Оказалось, что Цзян Зимин был прав. Китайцы – такие же семейственники, такие же наношисты, куматристы, как мы. Я бы сказал, что нам еще до них ого-го. Еще отстаем мы по этой части. И вот спрашивается, как эти самые китайцы, из которых никто и никогда не сделает ни американцев, ни европейцев, и мы, молдаване, из которых никто никогда не сделает ни французов, ни немцев, пошли столь разными путями. Китайцы поняли, надо использовать все свое культурное наследие, все духовные традиции собственного народа и собственной истории, собственной цивилизации, не на разворовывание, не на разграбление, не на разрушение своей государственности, а наоборот, на созидание, на ее укрепление, на укрепление чувства долга и патриотизма. И вот для того, чтобы разобраться в этих тонкостях, почему одни и те же свойства народа, трудолюбивого, я имею в виду, наш народ не менее трудолюбив, причем наш народ многонационален, там люди с различными культурными, духовными традициями, ну, все мы жители этой земли, почему мы оказались в состоянии близком к дефолту и почему китайцы так рванули вперед. Для того, чтобы разобраться в этих проблемах, в этих вопросах, я пригласил члена комиссии при общественной палате при президенте республики Молдова, комиссия по культурному наследию, ледию, чувствуете слово менталитет тут рядышком где-то, доктору анорискауза Василию Тудосу. Василий, рад тебя видеть в этой студии, если бы видели наши учителя в первой молдавской школе номер один города Бельси, где мы сидели с тобой на последней партии и не всегда внимательно слушали учителей, любили рисовать самолеты, дома, всякие конструкции. В общем, детство у нас было весело. Но учителя у нас были какие? София Йосимна, Ревелес, Сорбона-2, Париж. Кембриджи. Посмотри, если ты помнишь, у нас же были из Мелихзон, Геттинген, Ильвицкий, Аршавская, это и Санкт-Петербург еще университет. У нас были такие учителя, что они вот нас, хулиганов бельских, парнишек из Моголы, нас вывели в люди. И это тоже они повлияли на наш менталитет. Да, я хочу сказать, что ты можешь сказать про это. Одну минутку, раз вы вспомнили школу. Не то, что минутку, а теперь говори, а я буду слушать и задавать вопросы. Наша школа была сильной школой, потому что был сильный преподавательский состав. Вы назвали тут, всех почти перечислили, что это были после войны институты, которые перевели в Молдавию. И отсюда и видно, что стоил только Роль Львович, учитель математики у нас. Ну да. Да, который закончил Кембридж. Я другое хочу сказать. Я вам скажу, что еще тогда говорили о менталитете. А у нас за забором пединститут был, помнишь? Его тоже организовали при советской власти после войны. Дело в том, что у вас тема сегодня менталитет. Да. Понимаете? И это вот. Я хочу сказать, что в нас заложили менталитет. Тогда эти учителя и семьи, и общество, в котором мы начали развиваться после войны. И у нас как бы сложилось. Было государство тогда, была учеба, был завтрашний день, думать не нужно было много, потому что как-то были все уверены всегда. И в будущем. Да, в будущем. Но дело в том, что те вещи, которые тогда создавались, мы как-то потеряли по дороге. Не знаю. Где-то в 90-х или 91-м. Начали терять все это вот. И как бы сказать, начало разрушаться изнутри. Что-то начало разрушаться. Значит, ты был авторитет семьи. Авторитет семьи, это очень большая сила. Сильная семья, сильное государство. Помните? Было такое. Тезис. Да. Сильная семья, это сильное село. Если много сильных семей, это сильная семья. Магала, это все, район, город, столица. Что-то вот из этих ценностей, из этого менталитета начало выскакивать и по дороге теряться. И сегодня мы дошли туда, где мы сегодня есть. Это тоже, я бы сказал, зеркало нашего менталитета и нашего патриотизма. Вроде бы как нету патриотизма, есть бы как патриотизм. Но вещи, которые сейчас происходят в нашем обществе, и энергия, которая теряется от этого всего, если направить в правильное русло, и если бы наши руководители наверху понимали суть этого процесса, который происходит в нашем обществе, касаясь и менталитета. Это очень глубокий. Мы теряем патриотизм, потому что мы разъяснились по квартирам, русские, молдаване, там, гагавузы, не знаю что. Понимаете, это частичный патриотизм, но не патриотизм страны в целом. Потому что энергетика, если все эти патриотизмы по национальным вопросам собрали в кучу, у нас бы была в единое, это была бы сила. И эту сила бы направить куда? В экономику. Это было бы сильно. Менталитет то же самое. Потому что у нас не разучились работать люди. Они просто кто-то думает. Довольно образованные. Да, нет, в этом менталитете. Кто-то думает, что мне должны сделать. Нет, товарищи, никто никому ничего должен делать. А ну-ка вспомни, что сказал Джон Фиджер Кеннеди в своей знаменитой речи. Говорит, не спрашивай, что должна сделать для тебя страна. Спроси себя, что ты должен сделать для страны. Так вот я к этому и привел. Понимаете? Дело в том, что страна, как-никак, мы уже больше 20 лет. И что мы имеем? В конце концов, разворованную страну. Разрушенную промышленность, сельское государство. Где наша экономика? Где легкая промышленность? Где то? Где то? Что мы безмозглые все, что ли, тут? Нет. Дело в том, что кто-то сумел разрознить наш менталитет, наш патриотизм. И сегодня мы там, где мы есть. То есть, получается, давай, мы всю жизнь на тыболи, начиная с этой знаменитой банка Магарилок, и все такое. Никак не могу забыть, Бельс. Удивительный, очень интернационалистический город. Сколько у нас там, кто только по национальности там не были. И поляки у нас, помнишь, Гурские, Подгурские, Монастырские. Это целый район был Новый Бельс. Да, да. И армяне у нас, и евреи, и грузины, и русские, и украинцы, и болгары. Это удивительный был город. Так вот, и вот эти учителя, которые нас учили, которые позаканчивали Сорбону, Геттинген, Санкт-Петербург, еще и так далее, и многое еще другое. Я хочу понять, то есть, ты считаешь, что наши политики пошли не по пути консолидации народа, не направляя лучшие стороны национального и нашего общенационального менталитета в конструктивную сторону, а пошли по пути так, разделяй и властвуй, дивидия, темпера, и вот каждый создавал себе свои партийки, свои конторки вот эти политические, натравливали людей друг на друга, и в результате этого вот вся эта конструктивная мощь, вся эта великолепная наша традиция общекультурная, наша общенациональная традиция пошла не по пути созидания, а по пути разрушения. Виктор Иванович, вы помните, когда мы были с вами... Говори, Виктор Иванович, но, говори, ты. Были на международной конференции в Москве. Вы помните тема международная? А ты имеешь в виду, когда мы с тобой приехали... Коля Киртака ввел этот год. То есть, сейчас я вспоминаю, на дворе 2001 год Николай Киртака едет в Москву на эту НАТО-Москва конференцию, приглашает нас с тобой, и вот в 2001 мы в президент отеле на этой конференции. Какая тема? Менталитет. Какая тема? Духовность. Какая тема? Патриотизм. Смотрите, сколько лет прошло. И натовские генералы в штатском очень интересовались этой темой. Вы что, не помнили, как они к нам подходили, и откуда вы взялись ребята, и почему у вас эта тема? Потому что, кроме менталитета, духовности и патриотизма, там ничего не разбиралось на этой натовской конференции. Следовательно, мы на этом пути еще сколько лет назад? 2001, 17 лет. 17 лет. А тут в Молдавии только начали, сейчас я вижу, вы подняли эту тему. Где она была зарыта до сих пор? Вот, кстати, тоже вопрос. Вот меня всегда поражало, вот меня часто спрашивают. Вот программа «Позиция», вот, Виктор Иванович, все у вас хорошо, но очень мало говорится о том, кто где сколько украл, кто кого кинул, кто... Я говорю, ребята, моя задача, тут вам расскажут десятки каналов, кто у кого украл и как. Меня интересует, кто мы такие, что мы собой представляем, как мы мыслим, что в нас есть сильного и что в нас есть слабого, и что надо сделать, чтобы поднять страну из руин. Виктор Иванович, а теперь... А тут и менталитет, и патриотип. То, что натовские генералы... Вы поставили вопрос, сколько украл, зачем украл, почему украл. Эта тема, и она не могла быть избежной, потому что наше государство должно было пройти через это, для того, чтобы потом сделать какие-то анализы. А кто не прожел через это? Все прошли. Все прошли. Но дело в другом. Дело в том, что нет желания. Нет желания для того, чтобы поднимать страну. Нет желания. Значит, у нас что-то хромает, менталитет хромает. Потому что к власти, когда приходят, народу обещают что угодно, народ глупо голосует. Какие-то реформы, какие-то платформы. А тут реформы, какие реформы? Аграрная страна. Значит, что тут? Выращиваем, пакуем и продаем. А с другой стороны, у нас было много предприятий оборонки, и у нас очень много сильнейших программистов. Нет. Дело в том, что... Надо сочетать это как-то. Дело в том, что первые чипы на истребителе где делались? У нас делались... Да, на Топазе. На Топазе. У нас был этот вот завод по изготовлению телевизоров. Это говорит о том, А в Гельцах наших, помнишь, для подводных лондонных, и холоты? И сейчас тоже. Лучше тамсоновских были, да? Дело в том, что... Вот и сельское хозяйство, и электроника. Есть и положительное в этом коммунизме, и есть и отрицательное. Кому-то нужна была свобода. И ему дали. И что он сегодня с этой свободой делает? Отличный вопрос. Великолепный. Что он с этой свободой делает? Дали тебе свободу. Потеряли чипы, потеряли менталитет, электронный менталитет. Да. Потому что там инженеров наша страна ковала специалистов, и куда-то все делалось. Куда? А сельхозинститут какой мощный был? В Китай, в Европу, куда угодно. Уехали в Израиль. Да, в Израиль. Куда? Ну, это же были ресурсы. Потенциал. Потенциальные ресурсы. Наши были. Наши. Я не зря сказал, что вот это вопрос вопросов. И я думаю, главный смысл его, типа, все-таки, что же случилось? Вот как все-таки... А, что же случилось? Это потеряно было. Да, это было потеряно, по-моему, с разных политических взглядов и с разных настроенных направлений на наше общество. Оно же было поделено. Да, на русскоговорящих, на молдаван, на гагаузов и прочее, прочее, прочее. И эти политические силы, когда пришли, им это было выгодно. Им нужен был свой электорат. И пошли разделять. Разделяли по камесь. А это разделение не стало критичным. Не стало еще критичным. Но дело в том, что страна в те времена, в коммунистические времена, то есть во время Советского Союза, она росла. И создавался менталитет, технический менталитет. У нас было очень много врачей, по-моему, 1300 врачей на 10 тысяч населения. У нас было много инженеров. То есть технический, медицинский, аграрный, педагогический, педагогический, потому что были три или четыре физические, математические. Это все создавалось как бы богатство, духовное богатство. нашей республики Молдова. И дело в том, что после 90-х годов все это начиналось ломаться. И оно ломалось не в правильном направлении. Не знаю, там у Лукашенко у себя что-то там не позволил разбить все это. И Белоруссия прогрессирует. А мы? А тут в таких вот ситуациях, где уже разрознена страна по коридорам, по футбольным полям, по не знаю чем, дошлось место, что можно и украсть, а что можно и... Типа и можно миллиард, миллион, а я хоть немножко на своем месте. если те берут столько, я позволю сказать... Но дело в том, что самая главная потеря это потеря духовных ценностей и менталитета народа. И отсюда и какое чувство патриотизма у молодежи. Нет, патриотизм это нужно воспитывать. А патриотизм... Дети наши должны видеть в родителей патриота. И чтобы это у них... Да, брать пример. А тот если папа украл миллиард, какой пример? Или там папа украл ползавода, какой пример? И все-таки наши духовные ценности, наш менталитет, я думаю, что... Не так легко истребить его. Нет. Дело в том, что турки 400 лет здесь были и не сумели сделать. Другие там были по 100 лет, по 200 лет. И тоже не помогли. Но наш народ научился выживать. То есть... Но я бы еще... Я не знаю, есть классификация менталитета, но я думаю, что... Не знаю, придумал ли один ученый мира эту классификацию, но... Вот на выживание менталитет у нас супер работает. Мне тоже кажется. Да, понимаете? А вот на созидание менталитет что-то у нас не работает. Очень хорошо. Да. Менталитет без духовных ценностей он тоже ничего не стоит. Конечно. Это база всего. Это база. И тогда... Вот смотри... А тут выходит еще и патриотизм. Потому что если есть менталитет и есть духовные ценности, есть и патриотизм. Есть чем гордиться? есть. Это патриот своей страны. Я живу в ней, я созидаю, я что-то делаю. Это моя страна. это завтрашний день. Это я оставляю своим потомкам что-то сзади, не пустое место. И эстафета передается? Передается. И духовная в том числе? Да. Тогда вот смотри, ты затронул очень интересную тему. Значит, а кто-нибудь в мире попробовал вот взять и вот этот менталитет людей по-серьезному интерпретировать. Вот смотри, нет, слушай, я читал исследования Гарварда, Товскулы, есть кое-какие, там исследуются определенные характеристики таких народов, как, допустим, граждане Соединенных Штатов Америки, европейцы, даже там исследовали они индусов, китайцев, русских. То есть какие-то исследования в области того, вот что мы называем менталитет есть, но там что слабо в этих исследованиях, там хорошо так называемая психология народов, национальности, там культур, цивилизаций, но там нету одного очень важного элемента вот этой той самой духовности. То есть психологически да, одни более я вас понял. Одни деятельные, другие более осторожные, это все правильно. А духовность? Нет, вы взяли Америку, допустим. Кстати, в Америке очень разный патриотизм и духовность. Подожди, подождите, чуть-чуть подождите. Америка для меня это сброд всех европейцев. Ну да, приехали туда это колония Англии беглецы и еще колония, бывшая колония русских, то есть императора российского. Ты имеешь в виду та часть, которая вот там в Калифорнии, где были и северные русские форты, да? Да, вот эти форты. На границе, у нас была граница с Испанией в Калифорнии, Было такое? Не знаю, просто тогда царь то есть продал Аляску, продал те все штаты, территории, которые были и вами. О каком духовных ценностях вы там можете говорить, когда там нет народа? Но он сформировался? Нет, он сформировался. А на каких ценностях он сформировался? На креативе? Нет. На созидании? Нет. На построении своей страны? Там же были народы местные, которые были истреблены еще похуже, чем Вторая мировая война. Нет, я говорю про вот этих новоприбывших, которые там вырезали индейцев и негров доставалось. Но они создали нацию? Это же не была духовная база созидания. Я думаю, протестантство лежало в основе. Вы понимаете, не было духовной базы. Духовная база есть у французов, есть у англичан. А, ты имеешь в виду древняя традиция? Да, традиции не было. Не было ничего. Она была создана. Она была создана и неосознана до сегодняшнего дня, по-моему, еще. Согласен. Вот в чем дело. Если взять о менталитете... А вон австралийцы, это сплошные каторжники. Это тоже колония Англии. Смотри, мало того, всех каторжников из Англии на корабли и отсылали туда подальше в Австралию. Посмотри, австралийцы, какую создали страну. Виктор Иванович, давайте немножко возьмем еще позитивную ноту. В Европе не совсем все плохо. Я хочу сказать, что вот в Венгрии, Польша, Словакия, там духовные ценности очень высоки. И потому и у них экономика получилась. Да, очень высоки. И менталитет создан такой государственный. У Словения очень развитая страна. Так что не все потеряно. И у нас народ как-никак те, которые тут родились, они уже в традициях наших. Кто там не исправляет скуматрию, или кто там не исправляет Новый год, или кто там паштели не делает. Все делают Пасху, то, 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 то. Это бы как-то духовные ценности наши. Конечно. Да. И как бы сейчас бы нашлись бы такие руководители, которые бы из молодежи бы пришли там для того, чтобы соединить все эти вот ценности. Духовные ценности. те, кто руководят нами, имеют какую-то ясную, позитивную программу, как поднять страну из того. Я вот, кроме что у президента и его попытки все-таки в такую ясную, понятную программу, которая бы строилась на том, и с западом, и с востоком, все, что у нас есть лучшее, направлять на это развитие. А вот если взять, не хочу обижать современное правительство, но у меня такое впечатление, что они только смотрят, а тут дырка в бюджете, там что-то надо, там еще чего-то, а вот такого плана, движения, какие-то реформы непонятные, ради чего, куда мы двигаемся, на что мы ставим, вот этого я не чувствую. Виктор Иванович, может я ошибаюсь, ты как бизнесмен лучше? Вы не ошибаетесь, вы как-то анализируете вещи, которые есть на сегодняшний день. Дело в том, что команды, команды, допустим, Игорь Дадо, команда, у него должно быть где-то 400-500 человек с образованием, и которые должны идеально подходить к нашему менталитету для того, чтобы развить страну. Вроде есть такие ребята, но это команда, вот смотри, мы с тобой... Эти ребята, может и есть, но о них никто не знает. Смотри, давай возьмем вот это наше гражданское общество при президенте. Сколько светлых там голов? Ой-ой-ой, сколько. А теперь вопрос, как задействовать этот потенциал, когда то нельзя, это блокируется, это там, то, это все. То есть, такое впечатление, что вот эту огромную мощь интеллектуальную, духовную, которую собрал президент, ей не дают работать вот в этом конструктивном росте. Не то, что не дают, а как-то то нельзя, это нельзя, то нельзя. И получается такая масса креативных людей с огромным жизненным опытом, результатами. Вот, я не вижу, президенту палки в колеса ставят, нам ставят палки в колеса. С чего вы начали передачу? Я начал с того, что Зян Зимин мне сказал, что вы молдаване очень похожи на наших китайцев. Значит, где-то Игорь Дадон со своей командой что-то упустил. Надо поработать над менталитетом, где? В низах. Просто снизу надо начинать. Одна реклама не хватает, того не хватает. Агитации не хватает. Агитации это не хватает, потому что агитация это уже то. То есть, одной политической агитации мало? Да, потому что эта политика, она экологически уже не чиста. Вот сейчас президент едет на Афон, да? Это место духовности. Стефан Великий спасал тогда Афон, и все об этом знают. Может, вот это один из путей, как достучаться до духовности нашего народа? Может, православного. Но я смотрю, что делают и другие оппоненты. Ну, партия, демократическая партия. Что она делает и как она делает. Аделвейстам, Аделвейстам, 100 километров дорог по деревням. Это что? Это подарки в роддом. То, то, то. Это что? Это приближается к тому, идет какое-то перевоспитание. И вот мы сила, к которой мы придем и поможем вам. Я думаю, что это тоже не сила, потому что она не действует тоже там, где нужно действовать. Потому что там либо политикологи, либо не знаю кто. То есть опять же нет духовной струи. Нет. Нет духовной струи. И долго будет еще у нас вот это. То есть политическая струя, очевидно. А вот духовности не видно. Не видно. Не видно и не знаю. Вот это поколение, которое мы с тобой уже два поколения живем. Мы из того мира и в этом мире уже 25 лет. Не знаю, может наши дети уже что-то будет что-то менять в нашем обществе. А так, не знаю, не думаю, что это вот. И не думаю, что они серьезно возьмутся за духовность. Я не думаю, что серьезно возьмутся за менталитет. За патриотизм тем более. Потому что патриотизма нет. Я не хочу быть патриотом этой страны. Можно что угодно. Сейчас берут телефон и сидят пальцами и только ковыряются в этом телефоне. И до патриотизма дела нет. Нет дела. А тут затрагивается это очень сильная проблема и это очень болезненная проблема. Я как сказал, что в НАТО на этой конференции в Москве президент Татирли был поставлен. И что-то вот я сегодня с вами уже встретился и тоже заговорили об этом. Но я думаю, что для нас очень важно вырасти духовно. Это духовная ценность. Это поколение, чтобы оно выросло. И у избирателя вернуть сознание его собственных ценностей и духовность не этих, как это в Алорьше Принципе откуда-то, а от нас выращенные на нашей земле. Они есть. Их просто надо... Их зачмонили, их затоптали, заболтали. Да. Просто надо дать возможность людям, чтобы они прокормили себя и они прокормят всех. Да. Опираясь на эту веру предков. Но дело в том, если мы дадим возможность, то есть они дадут возможность, кто власти, эта возможность вырастет поколение, вырастет. Потому что по-другому я не вижу. То есть не мешать надо, а способствовать. Способствовать, помогать. Обратим внимание, вот вернемся к такому вопросу. Вот много у нас гражданского общества, гражданского общества. Что у нас понимают под гражданским... Нет, я вам скажу, что такое... Не торопись. Конторка, 5-6 человечков откуда-то непонятно из-за рубежа бюджет, это какая-то одна. И таких у нас сотни, да? Ой, это все сереле. Это на самом деле сереле. На кого они работают, один Господь знает. А теперь я говорю, я даю, снова возвращаюсь. Мы с тобой члены комиссии по культурному наследию. Да. Вот когда президент нас собирает, я не зря говорю, там десятки и десятки самых выдающихся, креативных, умных, доказавших свое достоинство и силу людей, да? То есть получается, что современное, реальное руководство страны, что на самом деле управляет всем этим делом, вместо того, чтобы способствовать этому начинанию, ставятся все палки в колесах, которые можно поставить. вот, мне так кажется, а вот эти гражданское общество липовое, из этих фирмочек, там, с РЛ, там, пять-шесть человек. Да они никакой роли не играют. Вообще непонятно. Да они никакой роли не играют. Они только о чем думают? Гей-парады, там что-то про экологию, еще что-то там говорят. Гей-парады, это вообще дурдом. Это вообще все традиции и духовные ценности нашего народа восстают против этого. Почему? Это вера предков. Это семья на этом держится. Виктор Иванович, нет, это не вера предков. Это сигнал, что у нас еще можно расковырять духовные ценности. То есть людям не все равно еще? Нет, не все равно. Это очень хороший сигнал. Между прочим, диагностировать, что у нас еще есть духовные ценности, есть менталитет, есть патриотизм, где-то какой-то скрытый, понимаешь? То есть ты хочешь сказать, что вот это сопротивление людей, это диагностический фактор, который показывает, что людям не все равно, что в них еще не умерли эти начала. Совершенно верно. И что кто бы не топтал, кто бы не затаптал с этими европейскими ценностями, толерантностями и прочее, потенциал духовный в нашем, общенародный наш потенциал всех национальностей, ты считаешь, что он еще очень велик. И что его время не пришло. Не пришло. Но оно стучится, история стучится в дверь. Мы находимся, по-моему, на переходном периоде. Опа. Согласен. Согласен, да. Тогда следующий вопрос возникает. Видишь, тема какая непростая. Нет, это очень тяжелая тема. Она очень глубокая. Давай посмотрим, вот как китайцы, вот помнишь, ты меня спросил, а с чего ты начал передачу. А с того, что Дзен Зимин сказал, выгорят в Молдаване, очень похоже на нас, на китайцев. Говорит, что вы там, типа, в этой Европе потеряли. Это был очень глубокомысленный вопрос, смысл которого я понял много позже. Давай посмотрим, что сделали китайцы. Дэн Сяопин, который сильно пострадал во времена культурной революции Мао Цзэдуна, после смерти Мао Цзэдуна не стал поливать его грязью, хотя ему Хумвейбин и сына покалечили. Он сказал, что сделал Мао хорошего, то сделал хорошего. Что плохое, будем исправлять. И Дэн Сяопин понял, что из китайца никогда не сделаешь американца-европейца. Он семейственник, куматрист, наношист, землячник и так далее. И он оттолкнулся именно от этих духовных. Он сказал, семьи, семейственность, дадим землю в пользование. Два-три года накормили всю страну. Избыток продукции, что с ним делать? А, мы еще там кумовья и прочее, а у кого-то в городе что-то, а что нам там ресторанчики не открыть, пошивочные мастерские и так далее. Вот это избыток всего, пошел продукции и денег, пошел новый бизнес. Потом потихонечку на заводах стали возникать, вот как у нас тракторный завод разваливается, а они что, поделили завод на части, опять же, из одного села люди или из близких каких-то махал, организовали фирмочки и пошли дальше. Какие-то моторолики, велосипеды сначала, потом прицепы, трактора, и пошло, 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 и вот эта валанша, которая изнутри от духовных ценностей, направленная в Вескоматрис на 6-7 местных в конструктивное русло, и создал сейчас эту великую страну. Да, я вот понял, Виктор Иванович. Я это понял, находясь в Китае. Дело в том, что у нас тоже это все хорошо понимают, но просто нам еще не нужно это все, понимаете? Нам лучше сегодня еще тех, которые находятся у власти, не иметь этих духовных ценностей, думайте, что у нас нет народа, или создавать, ломать не строить, создавать надо усилия, а разворовывать усилия не надо. И если они бы хотели, чтобы это было, как случилось в Китае, потому что это не секрет, и не только вы знаете, что-то так случилось в Китае и прочее. Компартия поняла, после развала Советского Союза или нам кранты, или мы идем вперед. Совершенно верно. Но дело в том, что наши политики, им не нужно было, чтобы наша страна развивалась. Не нужно было, потому что нельзя будет разворовывать. А то, что было в Китае, это как бы модель такая. Да, феномен. Да, феномен. Оно может произойти в любой стране, где у нас духовные ценности есть, есть менталитет и патриотизм. Из этого все выходит. Абсолютно все выходит из этого. Что вы думаете, что у нас не умеют выращивать? И еще как. И работать умеют. И башка работает, и руки золотые. Вы посмотрите, что творится в институтах. Политех ваш родной, я был в субботу там. Вообще, это не институт, а просто сарай. Виктор Иванович. А я помню, какие у нас кафедры были. Да, у меня сарадик это пару пикап, как говорят на родном языке. Но дело в том, что где кадры, которые нужны? Их не нужны, их нету. Они уезжают за границу. Я не знаю, что будет и как будет. Но дело в том, что Игорю надо будет хорошо подумать, что делать и как делать. Потому что если не создаст условия для развития духовных ценностей и менталитета, не будет никакого патриотизма. Так что короче, мы приходим к выводу, что вот эта наша комиссия по культурному наследию, которая как раз занимается духовностью и культом, у нас же духовное наследие и культа, оказывается одна из важнейших комиссий. Потому что у нас обычно культура, культы на 10-30-м месте. А ведь на самом деле это является главным стержнем любой страны. Культурное наследие, менталитет, патриотизм, духовность. Это все сделает большой экономический скачок и рост экономики. На этой позитивной ноте мы заканчиваем нашу передачу и я хочу, чтобы ты обратился, как говорят в Одессе, с парой слов к нашим дорогим соотечественникам, нашим телезрителям. Пожалуйста. Дорогие телезрители, переживаем такой момент в нашей стране, когда надо задуматься. Надо задуматься над тем, что у нас есть дороже всего на свете. это наша духовность. Духовность это чувство такое, которое может пойти на созидание и может пойти и на разрушение. Давайте соберем все наши духовные ценности, которые у нас есть. Давайте простим друг друга в разных неполадках и давайте возьмемся за ручки и молдаване, и русские, и гагаузы. И давайте поведем страну из этого хаоса, который вон сегодня присутствует. Большое спасибо. Дорогие соотечественники, это был мой одногласник, друг детства, человек, который сделал себя сам, который прошел очень трудный жизненный путь. путь. Это кавалер ордена святого Станислава, доктора Норрис Кауза. Когда-то мы с ним писали очень интересные статьи по рефлексивному управлению. Это участник различных конференций, в том числе и той знаменитой конференции 2001 года НАТО и Российская Федерация в Москве. это человек, который глубоко понимает то, о чем он говорит. И мне показалось, что последние его слова и выражения лица говорили о том, что это Василий очень жесткий, очень с вертикалью такой человек. Он вдруг растрогался. Это говорит о том, что он говорил то, что он думает, то, что у него таилось долгие годы в самых глубинах его души. Я думаю, что у каждого из нас где-то в глубине души теплится это чувство надежды, сопричастности пути предков. И поэтому мы обязаны следовать этому пути. Если мы хотим спасти нашу страну и не только спасти, а направить, канализировать все наше духовное наследие на путь созидания. За всем прощаюсь. Вечно любящий Вас Виктор Иванович Борщевич. Субтитры Иванович Субтитры создавал DimaTorzok